А на стационарных избирательных участках сегодня можно было встретить известных горожан, ректоров, вузов, представителей общественных движений, общин, народных артистов. О том, почему они спешили сделать свой выбор, расскажут мои коллеги. На избирательном участке по адресу Ельцовская, 5, председатель Новосибирской еврейской общины сегодня опустил бюллетень Бурну одним из первых. Говорит, каждый должен исполнить свой гражданский долг. Я считаю, что каждый гражданин нашей страны обязательно должен голосовать. А голосовать за или против, это, конечно, личное дело каждого. Также мы старались афишировать голосование, чтобы люди не отсиживались дома. Также мы старались оповестить наших членов общины, чтобы они не остались без внимания, а знали о том, что нужно голосовать. На сегодня проголосовали уже около 420 тысяч жителей области. Пока большая часть из сельской местности. Горожане тоже проявляют активность. Для ректора НГУ Михаила Федорука сейчас горячая пора. В ВУЗе – разгар приемной кампании. Однако он нашел время и отдал свой голос. Это является ключевым моментом. Если ты неравнодушен к судьбе своей страны, к судьбе своего региона и к судьбе своей малой родины, конечно, надо выразить обязательно свое отношение к проводимой процедуре. И иначе потом виноват, что если что-то пойдет не так, будешь только ты. Поэтому мне кажется, что надо обязательно прийти и проголосовать. Отдать голос можно не только за или против поправов в Конституцию, но и за присвоение Новосибирску звания города трудовой доблести. Или выбрать, как распределить народный бюджет 300 миллионов рублей. На участках всем хватает и антисептиков, и перчаток, и одноразовых ручек. А то, что время голосования растянули на неделю, позволяет избежать массовых скоплений горожан. Потому и люди идут на участки без опасения за свое здоровье. Ирина Путинцева руководит гимназией. Считает, задача образования не только научить детей читать, писать, считать, но и воспитывать настоящих людей, и лучше всего это делать на собственном примере. Я считаю, что участвовать в голосовании – это моя жизненная позиция. И самое главное – прийти и эту жизненную позицию высказать. Я просто патриот своей родины, очень люблю свою страну, очень люблю свою профессию. Считаю, что очень важно личным примером показывать нашим детям, что мы в этом участвуем. Как мы проголосуем – это, конечно, вопрос каждого. Но игнорировать этот процесс, считаю, недопустимым. Завтра последний шанс проголосовать. Избирательные участки откроют в 8 утра, а закроют в 20.00. Однако, если возможности прийти лично нет, то можно выразить свою позицию по поправкам и не выходя из дома. Для этого достаточно позвонить по номеру телефона, который вы видите на экране. Дмитрий Антипов, Андрей Дулепов, Сергей Жданов, Артем Валевич. Новости ОТС.